Продолжение следует... По заявлению руководства в службе 112 рабочий график не разделяется на праздники и будни. У нас усиленный режим практически существует всегда. У нас круглосуточное дежурство осуществляет 4 оператора и дежурность диспетчером, поэтому каких-то дополнительных сил и средств для этого не требуется. В среднем каждый из трех выходных дней в диспетчерскую службу поступало от 600 до 650 обращений. Всего за праздники граждане обращались за помощью к диспетчерам 1670 раз. Пожарную службу вызывали 6 раз, полицию 151, скорую помощь более 1100 раз. Впрочем, это соответствует статистике обычных дней. Ожидания, они всегда присутствуют. Практика показывает, что праздничные дни бывают более напряженные, чем обычные выходные дни. Но, как ни странно, ну, может быть, не странно, а нормально, эти праздничные дни с одним праздником, двумя выходными прошли довольно-таки спокойно в обычном штатном режиме. Сотрудники единой диспетчерской службы напоминают, что обращение можно совершить и с помощью мобильного приложения 112. В нем пользователям доступно куда больше функций, чем просто связь с диспетчером. Здесь есть и английская версия, адаптированная английская версия для иностранных граждан. Отследить местоположение близких людей тоже возможно. Отследить движение машины, кареты, скорой помощи – это тоже возможно. Возможно, все это развивается, может быть, где-то какие-то неточности, но все развивается. В Московской области приложением уже пользуются более 22 тысяч человек.